МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наша уникальная телевидение для школьников продолжает игры младшего сезона, младшей серии. И сегодня так случилось, что в студии получилась международная игра. Потому что слева от меня, вот возле синих шарфов, в таких красивых майках с гербом родного города, команда из города Нежин, Украина. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа в красных шарфах команда Гомеля, которую возглавляет Дмитрий Сергеев. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще пару слов об этих командах. Команда Анны Бензурук, команда из Нежина. Ей руководит Василий Сурков. Она занимается в Нежине, в Нежинском городском доме детей и юношества. Запомнил, сказал, хорошо. Вот они. АПЛОДИСМЕНТЫ Красные наши, красные наши гемельчане, они учатся у Светланы Лещенко в чудном центре творчества детей и молодежи железнодорожного района города Гомеля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анна, я думаю, вы уже немножко знакомы с нашими правилами и знаете, что первая у нас блеф-игра. Донетка, у кого из вашей команды такая замечательная интуиция? Ольга. Ольга, у вас, Дмитрий? Андрей. Андрей, великолепно. Ольга, вроде Андрея, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, блеф-игра. Иногда я буду говорить правду, чистую правду, иногда буду бессовестно врать. Вам нужно понять в нужный момент, что я делаю, и нажать на кнопку, сказать да или нет. Итак, внимание. Верите ли вы, что вампиры – это подсемейство лепучих мышей? Ну? Нет. Да, это и есть такое подсемейство у лепучих мышей – вампиры, десмодовые. Играем дальше. Верите ли вы, что муссон летом дует с моря на сушу? Ну? Да. Да, конечно. Верите ли вы, что летом происходит равноденствие? Фальстарт. У вас за этим очень строго взлетает электронный судья. Андрей, у вас есть шанс? Нет. Нет, солнцестояние происходит летом. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что в древности Черное море называли Хвалынским? Прошу. Да. Нет, Хвалынским называли Каспийское море, к сожалению. Играем. Последний вопрос. Верите ли вы, что титул «Тигр снегов» получают самые опытные горнолыжники? Фальстарт у вас снова. И у Андрея Шанс? Да. Тигр снегов, альпинисты, скалолазы на самом деле. Если не ошибаюсь, счет 5-5. Мы переходим к дуэль игре. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Первый поединок закончен. Наша блеф-игра закончена. И я объявляю темы нашей игры дуэльной. И у команд будет 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя сможет взять. Ну, лето у нас. Солнце. И то, и другое. Это логично. Герой книг. И мир вокруг. Нас у вас 5 секунд, чтобы принять решение. Время и стиху. Анна, кто готов у вас пойти на солнце? На солнце идет Сергей. Сережа, хорошо? Иду я. Сергей, пройдет Дмитрия. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали. Алхимики обозначали благородный металл как солнце. Прошу. Золото. Золото – это правильный ответ. 5 очков вы принесли своей команде. Играем. Солнце на 73% состоит из этого несложного химического элемента. Прошу. Гидроген. Гидроген. А гидрогениум или водород? Вы правы. Засчитываю ваш ответ. Я делаю поправку на то, что в украинских школах даже физику, по-моему, учат по-украински. Я прав? Да. Да. Хорошо. А этот легкий газ буквально солнечный. Прошу. Гелий. Гелий, вы правы. От гелев. Царевна плачет. Так поэтично в народе называют это природное явление. Да? Солнечное, ну, солнечное затмение. Солнечное затмение, царевна плачет, причем же слезы. Прошу вас, Дмитрий. Солнцестояние. Солнцестояние. Царевна плачет. И слезки капают, и солнышко светит. Солнечный дождь, слепой дождь, цыганский дождь. Видели, наверное, такие вещи, когда и солнце, и дождь идет. Играем. Страной восходящего солнца обычно называют... Японию. Японию. Великолепный ответ. Счет 20-10 в пользу гостей. У нас следующий бой. Итак, внимание. Второй бой и то, и другое. Многозначные слова. Анна, кто готов? Идет Ольга. Ольга великолепна. Это второй и последний выход Ольги к стойке. У нас больше двух раз не ходят. Дмитрий. Идет Андрей. Итак, Ольга против Андрея. Вперед. Андрей! Ольга! 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 Внимание. Это и вселенная в широком смысле, и время без войны. Прошу. Мир. Мир. Конечно же. Это и собака такая, и цена. Прошу. Три. Чирик. Чирик. Не знаю такой породы собак. Чирик. Ольга, может вы знаете? Нет. А про таксу когда-нибудь слышали? Такса это и собака, и цена. Играем. Это можно делать и с печкой, и с кораблями. Прошу. Топить. Топить, конечно же. Это и аллюр. Лошади и такая лесная кошка. Да. Три. Рысь. Рысь, вы правы. Их можно носить на носу, а можно заработать в нашей игре. Прошу. Очки. Отличный ответ. И Ольга своим ответом сравняла счет 25-25. Мы играем в следующий бой. Если поднимается солнце, наступает утро. Это логично. Вот такие умозаключения. Сейчас мы будем пробовать играть. Анна, кто готов? Иду я. Отлично. У Дмитрия? Идет Дженя. Итак. Анна против Евгения. Вперед! А-А-А-А-А! А-А! 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 А единица скорости? Да. Километр в час. Километр в час, понятно. Это нелогично. Прошу вас, Анна. Метр в час. Метр в час. Если единица времени секунда, единица пути метр, то какая скорость будет? Метр за секунду. Метр за секунду. Вот это логично. Играем дальше. Чтобы распилить бревно на пять частей, нужно сделать столько распилов. Четыре. И это правильный ответ. Четыре распила, остается пять кустов бревна. Анна, любители мудрости, любители мудрости, среди которых были Сократ, Платон, Аристотель. Греки буквально так и называли по-гречески. А как именно? Фальстарт у вас. За этим очень строго следишь, электронный судья. Анна, уже не есть шанс. Любители мудрости. Философы. Философы. Играем. По этой причине белые медведи не охотятся на пингвинов. Анна, что же вы делаете? У вас снова фальстарт, Евгений. Потому что они живут на разных материках. На разных материках. Вот убейте меня, Женя, я не могу принять ваш ответ. В общем-то, белые медведи в основном они живут на дрейфующих льдах. Только мне известно. А пингвины вообще иногда между материками живут, они там рыбку ловят. Они живут, собственно, на разных полюсах земли. А и вовсе не на разных материках, как вы сказали. Играем. Так зовут нечистика, который живет в лесу. Анна. Леший. Леший, конечно же. Это правильный ответ. 35-25. Нежин впереди. Мы играем в следующий бой. Герои книг. Кто засыпает в три часа ночи, прочитавший половину Гарри Поттера у вас? Это Егор. Егор, заметно. У нас Никита. У вас Никита. Егор против Никиты. Вперед! А этот выходец из села из Карачарова – герой древних русских блин. Иван Дурачок. Понятно. У соперника есть шанс? Илья Муровец. Илья Муровец, конечно же. Из того ли города из Мурова, из того ли села из Карачарова. Она путешествовала по шахматной доске, была спасена белым рыцарем и общалась с разноцветными королевами. Алиса. Алиса Керло, вы правы абсолютно. Его спортивная специальность – кетчер, то есть ловец. Кто за герой книг? Вратарь. Вратарь? Герой каких книг? Егор, может, у вас есть шанс? Гарри Поттер. Гарри Поттер, конечно, ловец в своей команде. Видите, что он играет? Он был полковником, а потом атаманом в Запорожской Сечи. У него было два сына. Иван Чирко. Ой-ой-ой-ой. У соперника есть шанс? Тахматыш. Тахматыш. А про Тараса Бульба вы ничего не слышали? Тарас Бульба, это играем. А вот он пропутешествовал туда и обратно. Вернулся, кстати, с деньгами. Жульверн. Жульверн туда и обратно, понятно. Егор, может, вы слышали? Забыл. Забыл. А о Хоббита Бильба не слышали никогда. Туда и обратно. Недавно вот закончилась, наконец-то, трехчастевая эпопея Редесера Джексона. Вот по такой тоненькой книжечке. Итак, счет после боя Герой книг. 45-30. Нежный впереди. Следующий бой. Мир вокруг нас. Кто все знает об окружающей нас, среде, природе и так далее? Все знает у нас Владимир. Володя, верю. А у вас, Мири? У нас Антон. Итак, Владимир против Антона. Вперед! А у вас, Мири? 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 Играем. Это гидроксид железа. В сухом месте и в воде, очищенной от кислот, она не появляется. Ну? Красненькая такая. Слушаю. Плесень. Плесень на железе. Понятно. Но? На самом деле ржа, ржавчина. Играем. Полюса – это наиболее удаленные от него точки земли. Он? Экватор. Отличный ответ. Хорошо. С помощью этого языка общаются глухонемые. Фальстарт у вас, у соперника есть шанс? Жестов язык. Жестов язык. Да, конечно же. Хорошо. А это планета, следующая после Земли, если считать, от Солнца. Марс. Марс – отличный ответ. Во время созревания этого продукта бактерии вырабатывают газ. Пузырьки этого газа и образуют в нем круглые дырки. Фальстарт этот продукт. Сыр. Сыр, конечно же, разумеется. 60-35, немножечко вперед уходит. Нежин, но еще не вечер. Тест-игра. Играем. Итак, Гомель против Нежина. Тест-игра. А, вот гомеляне знают, что такое централизованное тестирование, это вопросы по разным предметам с вариантами, нужно галочки ставить или крестики. Вот не знаю, есть ли что-то подобное на Украине. Есть, да? Грустно сказали, дети покивали. А как у вас это называется, Анна? Тесты. Тесты. И все. Да. И все. Итак, тест-игра у нас на тему «Лето». Анна, выбирайте отвечающего. На эту тему пойду я. Хорошо, то есть это ваш последний выход к стойке. Да. Больше двух раз у нас не появляется. Дмитрий. У нас пойдет Антон. Итак, Анна против Антона. Вперед, тест-играем. Анна, Боня, 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 Боня. Итак, внимание. Стрекоза из пасни Крылова. Лето красное. А. Пропела. Б. Протанцевала. И С. Прогуляла. Да. Пропела. Лето красное пропела по прыгуню с экзам. Вы правы. 10 очков. 10 очков человек заработал. Летом 1241 года такой печальный случай случился на рыцарском турнире в Нессе. Почти сто рыцарей погибли. А. От заражения крови. Б. От пищевого отравления. И С. От жары. Да. С. От жары, конечно же, разумеется. Пушкин, по его собственному признанию, любил бы лето, если бы не. А. Грибы и ягоды. Б. Дожди и грозы. С. Комары и мухи. Да. Вариант В. Вариант В у нас нет. А. Б. Или С. Вариант С. С. Комары и мухи. Лето красное любил бы я тебя, когда бы не пустил. Иль не зной, ни комары, ни мухи. Вы правы. В мультфильме «Дед Мороз и лето» дети спасли деда с помощью. А. Пломбира. Б. Эскимо. И. С. Леденцов. Фальстар. Анна Ишан. Пломбира. Да нет, они Эскимо ему подарили, он в подкладку свою шубу их засунул и так не растаял. И последний вопрос. Известный многим летний праздник Спаса на самом деле называется А. Успение, Б. Вознесение и С. Преображение. Да. Успение. Успение, вы не правы, успею, у них есть шанс. Вознесение. Вознесение, на самом деле преображение Господне. Это Спас. В 80-45 мы приступаем к слайд-игре, вперед. Гости наши уже знают правила слайд-игры, они уже заранее их полюбили. Картинка, буква, называешь слово. Ну вот единственное сложное, что все по-русски придется играть. Анна, кто готов у вас на столь сложную игру? На 100% готов Владимир. Володя, мы готовы. А Дмитрий у вас? У нас Никита. Владимир против Никиты, вперед! Володя! 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 Ничего жать не нужно, я буду каждому давать шанс. То есть по 5 шансов у каждого. Начнем мы с Владимира из Нежины, как у представителей выигрывающей стороны. Итак, Владимир, первый слайд для вас. Аврора. Аврора, хрейсер Аврора и богиня Аврора. Вы правы, 15 очков получили. Хорошо. Никита, слайд для вас. Бабега. Узнал, узнал. Отлично. Владимир, играем с вами. Варенеки. Варенеки! Так! АПЛОДИСМЕНТЫ Никита, с вами. Котенок Гав. Котенок по имени Гав. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Володя. Дама. Дама. И дама карточная. И дама с горностаем. Леонард да Винчи. Никита, с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Европейский союз. Европейский союз. Да нет, он бы не уместился в этом зале. Прошу. Европарламент. Вот Европарламент, это абсолютно точный ответ. И 10 очков на подборе зарабатывает наш Владимир. Володя, играем с вами. Жало. Жало, отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Никита. АПЛОДИСМЕНТЫ Золушка. Какая золушка? Понятно, Володя. Зазеркалье. Зазеркалье, это Алиса в Зазеркалье. Ну зачем золушке лить сквозь зеркало на каминную полку? Прошу вас, Владимир. Тишина, тишина в зале. Ивана Купала. Праздник Ивана Купала, да. А вы правы. И Никита, у вас есть шанс, здорово, 15 очков. Кадеты. Кадеты, да. Вы правы. Отлично. Смотрим счет 175-90. Вот это отрыв Володя зарядил. Это классно, но все еще можно поправить. Риск игра. Итак, внимание, риск игра. Каждый правильный ответ стоит 20 очков, но каждый неправильный выносит 20 очков со счета команды. Анна, обычно капитан отправляет самого мощного, самого сильного, самого устойчивого психологического игрока. Кто у вас такой игрок? Самый мощный наш игрок это Сергей. Сережа, готовьтесь. Дмитрий у вас? Пойду я. Итак, Сергей против Дмитрия. Вперед. Начнем. Начнем. Вот уважаю таких людей, как Дмитрий. Сам на себя взял ответственность. Пошел, собрался, светочился. Готов играть. Молодец. Итак, риск игра. Тема солнца. Они перед каждым своим полетом смотрят фильм «Белое солнце пустынь». Кто же они? Тишина, тишина в зале. А они это космонавты, есть у них такая традиция. Российские космонавты это смотрят. Играем. И то, и другое. Он удерживает растение в почве, он же значимая часть слова. Прошу. Корень. Корень, вы правы, плюс 20. Герои книг. Купец вступился за честь жены и убил молодого обречника, хоть у него и не было автомата однофамильца. Калашников. Да, это купец Калашников. Лермонтовский. 195, 110. Дима, нагоняйте. Это логично. Прослушайте ряд. О. Д. Т. Ч. П. Продолжите этот ряд какой-нибудь логичной буквой. О. Д. Т. П. Ой, ч. П. И так далее. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Буква Ш. И последний образ. Мир вокруг нас. В Гродненской области город Мир. А в Полтавской город... Опа, я еще о нем Гуголь писал. Ну, тема-то. Мир вокруг нас. И в Полтавской город. Ну, заряжено было под Нежин. Друга не знаем географию своей страны. А в Полтавской город Миргород. 195, 110. Победа Нежина. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, наша международная игра Нежин Гомель заключает победой гостей. Ну, белорусы добрые люди. Они всегда уступают гостям, готовы отдать им лучшее. Вот улыбаются наши украинские гости. У них в руках подарки от телерадиокомпании Гомель. Тортики, кстати, тоже от телерадиокомпании Гомель. И вот замечательные часы с четвертой кнопкой. Беларусь 4. Наше региональное телевидение. Это тредеру замечательной команды Нежина Василию Суркову. Кстати, на этих часах выставлено время выхода в эфир нашей эрудит-пятерки. 18.55 по пятницам. Смотрите нас. Смотрите нас. И поэтому смотрим пятерку, получаем десятки. Играем. Подписывайтесь на наш канал. Игорь Негода. Игорь Негода. Вот. Игорь Негода. Продолжение следует...